Сегодня хочу обратиться ко всем нам, те кто участвовали в 21 дневном посте и молитве, которую мы объявили почти три недели назад. Сегодня мы заканчиваем этот путь молитвы за Украину и Израиль. Сейчас я нахожусь в Эрес-Израэль, в Кармеле, и мы продолжаем молитву. Молитву за народ Божий, молитву за Украину. Мы даже вчера собирались здесь с многими людьми, которые проукраинские и действительно выходцы из Украины и им не все равно ситуация, которая происходит сегодня во Львове, Киеве, в Харькове, в Одессе, Николаеве, даже в Херсоне. Несмотря на все эти попытки уничтожить украинский народ, я верю, что это не увенчается успехом. Не потому, что мы живы и будем жить, а потому что Бог, Он есть суверенный. Он еще на своем месте. Он никуда не делся и никуда не денется. Верю, что эта молитва сделала у многих из нас и перемены, и изменения, подход к самой молитве. Очень важный аспект в нашей жизни. Я знаю, что многие люди, приходящие в общину на молитву, переживали особенное время. А время, наверное, такого вдохновения. Время, где раскрывались наши чувства, переживания в молитве, послания. Это, возможно, люди брали этот час молитвы или больше для того, чтобы открыть себя, свою страсть. И верю, что это очень многим помогло. Я верю, что молитва может очень многое. Особенно людей, которые оправданы кровью Ишио Мессии. Те, которые искренне приходят к этой молитве и открывают свое сердце, переживают вот этот Божий, Божье прикосновение, Божий дар. Дар общаться с ним. Потому что я верю, что для человека важно открыть себя Богу. И знаете, что еще интересно? Мы называем Бога Игова Ире. То есть, Бог, который видит все. Он видит наше сердце, видит наши мотивы. Он видит будущее и настоящее. Он видел наше прошлое, потому что был до этого. А сегодня хочу прочитать одно место в Писании, которое касается каждого из нас. Я зачитаю это украинской мовой, бо я відчуваю, що це дуже-дуже вчасно, що ми робимо. Коли ми молимося, молимося. И у нас есть то переживание в нашем сердце, где наши очи открываются не только на ситуацию, а на нас, на всесвит, який вокруг нас. Той час, когда мы живем. И тот час, где наше отношение к человеку, как Божье творение, должно быть на высшем уровне. Смотрите, я зачитаю из Евангелия от Матфея, 6-й раздел, 22-й вирш. Око – единое джерело светлого для тела. Отже, если вы видите человека и желаете помощи ей, то и все тело ваше будет наполнено светлом. Но если вы посмотрите на человека эгоистично, то все тело ваше будет наполнено светлом. Если единое светло, которое вы имеете, это темно, то темнота, то темнота, то есть темнота в мире. Смотрите, тут говорит Святописание, письмо о том, что отношение к человеку «Видходит в вид того, как мы его бачим». Другими словами, это отношение к людям от того, как мы их воспринимаем. Мы всегда говорим, мы встречаем по одежке, провожаем по уму. И действительно, мы нашими глазами судим окружающий мир. После молитва дает нам возможность открыть свои глаза через Писание и видеть так людей, как видит их Бог. Я говорю о тех людях, которые сегодня переехали из оккупированных или же с прифлотовой линии. Те люди, которые бежали от войны. Те, которые с болью, горечью переезжают в наши города. Которые переживают или же даже не могут найти работу. Те, которые с разной культурой. Те, которые даже в Украине, имея в разных регионах свою часть жизни и другой совсем образ и склад самого поведения. Я верю, что для верующих человека нам важно смотреть на людей с почтением, уважением. И я верю, что эта молитва, которая у нас была, откроет нам глаза не только друг к другу. И не только на Бога, который любит и выйдет нам навстречу. Обязательно выйдет, потому что связано с Пуримом. И Мардахай говорил, если ты промолчишь, то помощь придет с другой стороны. Я верю, что все равно помощь придет с другой стороны. Даже если все будут молчать или что-то еще будут себе на уме иметь, а не высказывать. Но высказывать нужно не то, что негативно. Негативно мы знаем. А то, что внутри стержнем стоит для нас надежда в Боге. То, что мы видим. Потому что Писание об этом говорит. Не приходило это еще на разом. И не мечтал об этом человек, что Бог приготовил для тех, кто его любит. А чтобы любить Бога, нужно его познавать. А чтобы познавать, нужно быть открытым. А открытость приходит тогда, когда мы имеем общение с Ним. И молитва является этим общением. Общением рассказать Богу, каким Он есть. Высказать свои переживания, чувства. И я верю, что это важное было время для всех вас. И для меня тоже. Я очень много почерпнул из этой молитвы переживаний. Я видел, как люди искренне приходили на молитву. Я видел, как люди менялись. Я видел, как происходили перемены в жизни людей. Поэтому я сегодня обращаюсь ко всем вам. Мы не заканчиваем просто так после эту молитву, которую мы назначили до 31 марта. Мы все равно будем продолжать наши чувства в Боге. И я верю, что в преддверии Песоха мы еще раз сделаем такой марафон для тех, кто жаждет Бога. Для тех, кто хочет раскрыться, тех, кто хочет пережить больше отношений с Ним. Поэтому, друзья, я каждому из вас благодарен за то, что вы, присоединяясь к этому марафону, смогли пройти путь поста, молитвы, прошения, хвалы и поклонения, что вы были с нами. Мы благодарны Богу за то, что мы семья. Большая молитвенная семья. Спасибо вам большое за поддержку в молитве. Хочу рассказать свой молитвный опыт. Когда я пришла молиться, и для меня это было так и незвычайно, и очень наповнювало меня. И потом уже, когда все собрались, мы молились. Это было очень мощно и как-то лягло на сердце. Но, возможно, Бог вас кличе в тот момент, когда, может, это и не заплановано, как это было для меня. В первую очередь, это было нужно мне. Ну, я так для себя сделала. Такий выяснил. Я хочу сказать, что это молитвенное время, которое мы посвятили перед Пуримом, это было каким-то особенным. Это было время особого Божьего присутствия, особого ощущения близости Бога. Я чувствовал, что в этой комнате я не один. Вот эти два часа, они пролетели, ну, не могу сказать как мгновение, очень быстро. Очень быстро они пролетели. Я понимал, что Господь слушает. Я понимал, что Господу это важно, чтобы мы были здесь, чтобы мы молились, чтобы это время мы проводили вместе с Ним. Я вспоминаю, я зашла в зал, где мне включили молитвенную музыку и сказали, вот, молись. Я крутилась по сторонам, больше никого не было. Такое реальное присутствие Бога, я поняла, что мне не нужно чрезвычайно время, потому что Бог, Он весь во внимании. Он настолько передал мне как бы свое присутствие, что я тут же начала молиться. И молитва просто действительно потекла в Его присутствии. Это здорово. Такие вещи, вот, присутствие Его такое мощное переживается, особенно вот, когда ты один на один в Его доме, по сути дела, без всяких свидетелей. Бог, Он все время по-новому открывается. И это еще не та глубина, на которую мы можем выходить к Нему. Видимо, есть еще больше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Шалом, дорогие друзья. Хочу передать вам всем эту атмосферу, атмосферу Божьего шалома, вот, с молитвенного марафона, который проводит община Ормашех здесь, в Одессе. И мы, как Одесская еврейская мессианская община, тоже участвуем в это. Я тоже, как висковый капеллан, корпуса вискового капеллана, вижу сейчас очень много разного давления, которое происходит на людей. Нас Господь сказал, я дам преизобилующую благодать при усилении беззакония. И мы верим в победу, в победу Божью прежде всего в Украине. Другой нам победы не надо. И мы верим, что Бог над Украиной и Бог с Украиной. Да благословит нас всех Господь, по богатству славу Его и по множеству-множеству Его щедрот. Друзья, всем привет! Сегодня последний день молитвного марафона. И это было очень классное время. Все вы знаете, что мы начали молиться за Украину, Израиль. И в начале марта начали молиться. Было очень классное присутствие Бога. Я благодарю всех, кто присоединился, кто молился, кто молился здесь с нами, кто молился дома. Я верю, что вы тоже ощущали прикосновение Божие и Бог давал вам что-то говорить, высвобождать нашу Украину и Израиль. Еще раз всем огромное спасибо, кто принимал участие. Всем благословений!